всем привет сегодня обзором столе манга бригадир кайру хироси мусумуру по мотивам рассказов кэнзи миязава издательство альграф данный комикс еще на релизе привлек меня своим стилем и тематикой ознакомился с некоторыми отзывами наших подписчиков и пара моих знакомых я незамедлительно решил прочесть собственно комикс вот и ним рассказать и так кэнзи миязава является признанным писателем японии его произведения входят в школьную программу хотя если оба рассказать сюда тоже в нее входит это вызывает мне очень много вопросов после таких цветных ставок и и собственно оглавление само собой и сюда вошли две большие истории то есть примерно занимающий половину книги каждая это бригадир кайру титульный собственно и три выпускника школа пещерного медведя в конце его послесловие хироси мусумура очень любопытная и собственно текстовая версия самих этих вот двух притч или маленьких рассказиков бригадир кайру рассказывает о 30 лягушек квакш здесь называют мирно трудящихся собственно в лесу добывающие то орешки эту делающие какие-то постройки собственно из мха и листьев ну занимающийся очень добрыми делами вот совместным трудом облагораживающим вот это вот все к слову сразу исходя из контекста считывается позиция автора относительно непосредственно труда об этом и аннотация сразу указывает что кэнзи миязава жил в тяжелое время хотя честно говоря я чем больше изучаю японию и мангу хоть и не сильно глубоко тем больше понимаю что не помню не было другого кроме как сложного времени в японии вот время какие-то не проблема и в целом здесь как бы не настолько важен исторический контекст того когда жил автор и это дело этого работа действительно шикарной это именно то что есть проблема они в целом вечно то здесь и что-то вот ранее советская особенно считывается и какие-то проблемы не знаю и крепостные можно с проблемами именно для прямого рабства связать то есть в целом здесь обе истории особенно вот первая история она о гуманном обращении о том что делает человека в данном случае пусть это и люди но тем менее считаю все это очень легко то что делать нас людьми и о том что не нужно забывать о том что ты сам можешь оказаться какой-то проблеме всегда на дне скажем так после эту историю собственно вот лягушек спаивает в баре обманом хитрая жаба которого в канистре откуда-то взяла много виски вот и собственно шантажом вот виду того что ей не могут оплатить все что они выпили игрушки лягушек внуждают как бы стать и по сути ее рабами у нас не обращается как животными до какого-то определенного момента чем все заканчивается я пересказывать не буду но скажу что первая история по сравнению со 2 заканчивается довольно позитивно гуманно и в целом несет собой довольно любопытный интересный посыл то есть при всей жести которого здесь происходит история все равно гуманистическая и вот в плане там какие-то детям до читать и прочего она я считаю вполне себе годится конечно от определенного возраста это не для маленьких детей абсолютно история вот вторая история она более жестокая вот три выпускника школы пещерных медведей честно говоря я вообще просто офигел простите мне вот мой французский что называется надеюсь тануки такой медведи енот японский вот зверь интересно у них есть но собственно тануки слизень и пауга с длинными красными лапами кость называют вот серебристый опять же слизень и тануки которая не умывается это важный момент такие плане названий вот на тему того же тануки не умывается это как бы такая в том числе метафора на тему того что у них принципе угольные черные лица как бы и они как бы этим обозначает внешний вид в том числе животным то есть такие очень интересные маленькие отсылки как понимаю все-таки в переводе они видимо немножко другое что-то значит плане мощности какого-то символизма и так далее но вот этот такой момент с названием он обусловлен внешним видом настоящим этого тануки природе медведь собственно учится какой-то тут обычной ерундистики вот рассказывать о том как кто-то где-то жульничает кто-то где-то кого-то обманывает и все заканчивают это все собственно главное мораль как мне показалось этой притче заключается как бы в том что учиться нужно честно не ставить себя выше как бы других ну и вот такие вот простые как бы вещи то есть она тоже в какой-то мере идет о классовой розни потому что здесь выучившись вот закончил образование паук слизень и тануки расходят с разными путями собственно вот такими плашками разделяются книга на дальше на три главы вторая частью вся история стоит вот далее из трех глав часть 1 что же случилось с пауком соответственно потом со слизнем и енотом причем любопытно что между собой они тоже пересекаются то есть один к другому заходит как бы здесь поглумиться или еще что-то и все три истории разные пауком собственно какой-то мере овладела большей мере наверно жадность вот и какая-то рутина вот им погрядше то есть ему все было мало и мало у слизня история такого на мой взгляд больше глупости и садизма исходя из какого-то псевдо ощущение псевдо власти вот с слизнями принципе на ради самых жутких сегментов в этой книге и делать не буду весело показывать и стануки история уже религиозного контекста тоже очень страшно особенно сцене вот зайцем не буду все показывать но все это здесь включает вот такого рода жуткие в общем сцены вот и принципе пропитана такой чисто японской скажем так крепотой будем называть как есть при этом повторюсь как бы здесь нету какие-то из ряда вон иллюстрации совсем отвратительных но же здесь действительно есть поэтому как бы имейте ввиду вот читаю что комикс во многих аспектах может вас очень сильно удивить иногда как бы в таком совершенно неожиданном ключе потому что вот эта графические графическая жесть которая здесь есть я ее честно говоря совсем не ожидал но тем нагляднее тем нагляднее особенно на примере вот сравнение с первой история лягушках того как иногда вот что-то может вовремя быть спасено иногда как бы уже нет и история абсолютно разные по настроению по скажем так морали да и принципе концептуально по сюжету но обе они пропитаны именно гуманизмом вот любви к труду кэнзи миадзава и к человеческому духу собственно миадзава провел я так понял последние несколько лет своей жизни продавая удобрения то есть работая вот именно обычными делами занимаюсь и это как бы такой глубокий пропитывающий вот эти истории философский посыл того что как бы приземленные вещи труд коллективная работа дружба отношения друг другу бережно любовь гуманизм они всегда будут важнее чем деньги чем коррупция и чем какая-то власть и власть имущая на этом наверно все спасибо что смотрели до новых встреч